В зале спорткомплекса «Энергия» – аншлаг. Повод – визит в город звезды отечественного баскетбола Андрея Кириленко. В регионе он впервые – бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, заслуженный мастер спорта и президент профильной спортивной федерации. Это далеко не все титулы важного гостя. Для юных ивановских баскетболистов Кириленко провел мастер-класс. Конечно же, хочется посмотреть с баскетбольной точки зрения, потому что развитие баскетбола нас очень интересует, и в Иваново всегда была очень хорошая вертикаль от детского до взрослой команды мастеров, особенно в женском направлении. Но, к сожалению, последние два года потеряли команду «Энергия». И очень хотелось бы, чтобы все-таки она вернулась на баскетбольную карту нашей страны. На поле две команды по 10 человек – юноши и девушки. Баскетбол для них – важная часть жизни. Андрей Кириленко напомнил, что хорошей физической формы и техники недостаточно. Для успешной игры необходимо научиться внимательно слушать тренера. В целом же считает, что у Иваново есть все шансы стать центром протяжения баскетболистов. Для этого необходима всесторонняя поддержка властей. Сегодня мы как раз на встрече с мэром города обсуждали момент появления центра уличного баскетбола. И мы на одной странице здесь. Уже даже обсуждали места, где это может быть на набережной есть хорошее место, здесь вот неплохое место есть. Конечно, для планомерного развития любого спорта, в том числе баскетбола, нужно сильное плечо бизнеса. В числе перспективных предприятий, которые могли бы взять под крыло Ивановскую энергию, Кириленко назвал «Кронекс» и «Полет». Без частных инвестиций улучшить ситуацию непросто. Здесь все должно работать в комплексе, мне кажется. И работа с бизнесом, обязательно разные способы привлечь бизнес в спортивный зал, на игры нашей команды. Это и общее усилие всех, и городского, муниципального, и регионального бюджетов. Это, несомненно, и помощь федерации, о которой мы говорили. Когда на улицах города появятся открытые баскетбольные площадки для молодежи, а энергия вновь будет радовать ивановцев победами, пока не ясно. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.